Раннее утро юг Алтайского края. Кордон заказника Чинитинский. Это особо охраняемая природная территория, раскинувшаяся почти на 70 тысяч гектаров. Тайга, горные реки, перевалы, ущелья, равнины. Сегодня здесь непривычно многолюдно. На кордоне разместился лагерь летней школы, организованная Алтайским краевым отделением Русского географического общества. Около 30 школьников и преподавателей решили познать трудности и прелести полевой работы. Начинают с главного, завтракают и собирают припасы для долгого пути. Впереди у них экологическая медвежья тропа. Это больше 17 километров пешего маршрута по труднопроходимой тайге Чинитинского заказника. Чуть раньше по ней прошли подготовленные специалисты-ученые. А вот, скажем так, туристов, хоть и непростых, она встречает впервые. Причем детей. 18 километров, по сути, не так уж много. Но здесь такие большие перепады высот. Так что посмотрим, как дети справятся. Специалисты Алтай-природы объясняют. Экологическая, познавательная тропа – это не просто дорога из точки А в точку Б. Ее планируется смыслом. Назначение медвежьей – показать алтайские предгорья во всем разнообразии ландшафтов, животного и растительного мира. Егерь Валерий Лорионов, один из авторов тропы, говорит, специально спланировал маршрут еще и так, чтобы можно было проникнуться подлинным уважением к природе. Чтобы человек мог насладиться природой и познать себя. Некоторые два шага делают и говорят, что они крутые. Но когда проходит 17-ки мы по горам, вот туда испытай себя. А испытания, скажет себя, были буквально на каждом шагу. А где-то познавательная тропа проходит через заросли крапивы высотой в человеческий рост. Подъемы и спуски, жара, местами комары. Юные географы в полной мере ощущают на себе все, что чувствовали все настоящие путешественники в те времена, когда землю изучали вот так, шаг за шагом. И одновременно вели путевые дневники. В Америку плавало много людей. А назвали его в честь Америка Беспуччи. Он был далеко не первым. Перед ним целая толпа там была. Там был Эрик Рыжий, там был Колумб, там были рыбаки. Но назвали его именем Америка. Целых два континента. Почему? Он вел дневники, их публиковал, а те, кто перед ним, дневники не вели. Ребята пытаются понять, на какой форме рельефа они сейчас находятся. То есть определили крутизну склона, определили координаты местонахождения и высоту. Они еще пытаются определить, какие растения и ярусы здесь находятся. Любая особо охраняемая территория – это, по сути, готовый учебный полигон для тех, кто хочет знать, что такое дикая природа. Как она ведет себя без участия человека. Но, разумеется, все интересовались, есть ли медвежья, то где тогда медведи? Егеря отшучивались, ну, мол, вы всех распугали, но на всякий случай были на готове. Зато, выйдя на огромное Небинское плато, встретили табун вольно пасущихся лошадей, как это было в древние времена, до того, как их приручил человек. Стадо, как нам объяснили, это кобыла, а черный парень, что так настороженно на нас смотрит, это конь и их вожак. Вишенка на торте стал спуск в пещеру Небинску. Здесь, в известняковых отложениях, сохранились отпечатки древней морской фауны, которая способна поведать самую раннюю историю Алтая. Возраст примерно ордовик Силур, то есть 380-450 миллионов лет. Причем видно, что залегание идет пластами. Это означает, что здесь было условие современного Красного моря, то есть теплое, соленое, мелкое море. И, наконец, путь домой. Маршрут экологической тропы кольцевой, чтобы пейзажи вокруг не повторялись. Кстати, медведя некоторые из нас все-таки, кажется, успели увидеть. В итоге дети признались, несмотря на то, что тропа непростая, а может, и благодаря этому, она способна научить чему-то очень важному. Животное чувство, что человек, он не сделал ничего плохого, ну, именно вот мы, например. Мы не сделали ничего плохого для природы, потому что мы приехали с целью, чтобы изучить природу, и что мы не вредили природы. Ченетинский заказник – один из самых больших в крае. И один из первых, кто организовал полноценный познавательный маршрут. Первый, но не факт, что последний. Организаторы говорят, эта часть Алтая тем и хороша, что природных богатств здесь множество. Каждый из них, как учебник под открытым небом. Участники полевой школы продолжили путь, и ближе к Тегерекскому заповеднику встретили вот эти причудливые выходы древнего известняка. Разрез Силур. И здесь, уже не в глубоких пещерах, а прямо под открытым небом, тоже встречаем древние каменелости. Вот ты берешь этот коралл, смотришь на него, кажется камешек, да. Но, тем не менее, ты понимаешь, вот ему столько много лет, что вот даже людей тогда не было. А ты вот можешь его потрогать в руках, подержать. Вот он, он весь перед тобой. И вот такой азартный, такой хороший коралл, самый такой, хорошо сохранившийся. Рядом один из самых известных природных объектов Алтайского края – гора Шляпная. Первые переселенцы назвали ее так за характерную форму. И опять же, благодаря специалисту можно узнать, что это не что иное, как древний вулкан, хотя, казалось бы, откуда им взяться на Алтае. Гора стоит как одинокое образование среди широкой долины реки Большого Тегерека. И это одиночество предопределено природой. Дело в том, что по долине Тегерека происходит большой разлом. Он отделяет крупные блоки земной коры. Одни сложены известняками коралловыми, это слева от нас, слева стороны долины. Правый борт долины сложен гранитами. Это образования уже совсем другие. По трещине, которую, собственно, представляет тектонический разлом, в свое время, 300 миллионов лет назад, происходило внедрение вулканической лавы. И застывшая лава образовала такие одиноко стоящие купола, один из которых самый яркий как раз и представляет собой гору Шляпную. Экологические тропы, познавательные маршруты – веяние последних 3-4 лет. Если раньше заповедники и заказники работали скорее по принципу «никого не пускать», то теперь, напротив, Минприроды заявляет, нетронутую природу нужно показывать людям, чтобы, в частности, научились ее ценить. Участники полевой школы согласны. Только соприкасаясь с природой лично, человек, особенно ребенок, может научиться ее по-настоящему ценить. И трудности, конечно, вот в этом тоже есть. Это палатка, конечно, нужно разбить лагерь, суметь защититься как-то от насекомых каких-то. В нашей местности очень много комаров, здесь их, конечно же, нет, это плюс. И это непосредственно, вот это общение с природой, оно очень сближает, то есть оно воспитывает в ребенке любовь к природе, да. То есть ребенок, вот такой ребенок, он никогда не бросит, не оставит за собой что-то, какой-то мусор, да. И он взрослому посоветует тоже сделать так же. Создание познавательных троп по территориям с нетронутой природой – это пока в Алтайском крае в новинку. Ченитинская тропа – один из пилотных проектов. Со временем его обещают дорабатывать, совершенствовать. Работники заказника говорят, теперь ясно, что для увлеченных наукой детей маршрут полезен и интересен. На очереди – обычные туристы.